В регионах нашей страны продолжается акция «Таза Казахстан». Люди проводят работы по благоустройству, очистке и озеленению своих городов и поселков. Карагандинцы сегодня решили высадить еще 500 саженцев в Центральном парке. Не спутала ли их планы дождливая погода, расскажет Юлия Волкова. Карагандинская молодежь сегодня утром собралась в Центральном парке культуры и отдыха, но не для отдыха, а чтобы поработать во благо города. Выбрали сквер около сцены в западной части парка. Там вчера рабочие подготовили лунки для деревьев. Осталось только распаковать саженцы, посадить, засыпать и поставить подпорки. Я пришла сюда, потому что за чистую экологию нужно бороться. Я сейчас сажаю тополь и буду приходить, приглядывать. В Караганде очень мало деревьев, поэтому я решила просто сюда прийти, чтобы их стало намного больше. Ну, если погода... С утра зарядил дождь, но учащихся колледжей это не остановило. 15-летний санжар хоть и промок, но полон оптимизма и бодрости. На самом деле, я первый раз на такой акции, но мне все очень нравится, даже несмотря на эту погоду. Я в целом за такое движение, то, что сажать деревья, это прекрасно с моей стороны, мне кажется. Это очень хорошо для нашей экологии в Караганде. Можно будет гордиться тем, что вы посадили дерево. Один пункт в цель мужчины уже есть – посадить дерево. Теперь построить дом, да? Да, построить дом, вырастить сына или дочку. А лучше все сразу, да? В молодежном ресурсном центре отметили, что акцию приурочили еще и ко дню республики. Участвует более 30 колледжей, вузы. В общем, количество более 400 человек. Сегодня мы сажаем 500 пирамидальных тополей и берез. Не холодно ли для пирамидальных тополей посадки? Нет, мы с садом разговаривали с экологами. Вот такое время, в конце октября, надо сажать. В рамках республиканской акции «Таза Казахстан» с весны этого года в Караганде высадили 10 795 саженцев, хвойных и лиственных деревьев. Конечно, не только в парках, но и в скверах, а также в палисадниках около домов. В следующем году озеленение города будут продолжать. Юлия Волкова, Иркиул Антой Болдин, Первый канал Евразия.